Важно также раскрыть в отдельной теме понятие депозитария, датасета и оператора-издателя данных GBIF. Данное руководство будет полезно и тем пользователям, которые ищут конкретный датасет и ту коллекцию, которую они планируют либо посетить, либо использовать данные, а также тем, которые планируют стать новым оператором-издателем данных GBIF. Если у вас имеется своя коллекция Гербари, либо энтомологическая коллекция, либо прочая, то есть в любом музее природы, все, что можно каталогизировать в части этикеточных сведений с точными геопривязками, желательно эти данные будут более ценны, а также желательно иметь изображение. И, как правило, это первая потребность достаточно хороших, качественных снимков, изображений, сканов ваших объектов исследования. Мы встречали уже варианты, когда датасеты у нас были в перечне. Мы переходим во вкладку местоположения, выбираем любую территорию, по которым имеются данные, и вы могли встретить как в фильтре, так и в показателях, то есть в метрике по выделенным сведениям. Вот они, наборы данных. К примеру, здесь встретился Гербари, NL-Акроним. Также есть некие базы данных по местонахождению птиц. Вот видите, eBird. И также можете выбрать в фильтре набор данных, который совпадает по статистике, если сравнить. И можете выбрать организацию, которая датасеты публикует. То есть одна организация может публиковать несколько датасетов, какая-то может только лишь на одном сконцентрированной, если какой-то специализированный институт, научный центр, который занимается узкой тематикой. К примеру, университеты, особенно крупные университеты, они имеют ряд датасетов по какой-то тематике, либо территории, либо по какому-то таксону. Вы можете ограничивать в фильтре выгружаемый пакет с определенным набором данных, либо с определенной организацией. Если же мы перейдем опять же на главную страницу, то можно найти, к примеру, по какой-то территории, если вас интересует... К примеру, выберем Австралию. Выберем именно организации. И здесь будет список организаций, которые имеют 1, 6, как мы сказали, крупные 26 наборов данных. И также востребованность их показана в количестве цитирований. Если вас интересует какая-то определенная территория, либо определенный таксон, который может быть зашит во название датасета, вы можете искать подобным сквозным образом через поиск, но в дальнейшем ограничивая организация. К примеру, австралийский национальный гербарий, акроним КАНП, можно было бы также найти, если вы ориентируетесь в акронимов коллекции своих. И если мы наберем КАНП в поиск, то он сразу покажет нам вот описание датасета. Это показывает, что вот записано более миллиона находок по следующей территории и дальнейшая сопутствующая информация. К примеру, если интересовать нас будет территория Алтая, набираем ключевое слово Алтай. И все, кто использует в наборах данных подобный термин, к примеру, здесь не отдельные находки, а это специализированный ресурс, который будет содержать ссылку на главную страницу. Здесь нет наборов данных, но переход на домашнюю страницу позволит перейти как раз на ресурс, который также можно найти через единое окно GBF. И он имеет определенную ценность и востребованность. Есть с отдельными находками все, что касается территории Алтайской горной страны. Здесь также операторы-издатели данных могут проскочить, но уже раншировано, ниже указываются виды, где использованы. А также материалы, публикации, события, все, что связано с этим термином. Если же мы знаем акроним, как раз я и хотел на примере нашего гербаря вам показать, то вы можете использовать его для более оперативного, быстрого поиска того депозитария, который вам необходим. Здесь вы можете видеть следующее. Здесь есть описание данного датасета, также переход на домашнюю страницу, загрузить все находки, которые в данном депозитарии находятся, к какому проекту относятся, показатели, востребованность, затем данные пространственно, как на карте мира отображены, ну и прочее, географический охват, таксономический охват, авторы-савторы данного датасета. И самый важный момент, это как цитировать данный набор. Он закреплен также метаданным индексом DOE, который необходимо использовать, когда вы используете любой объем из этих находок, будучи это одна запись, либо полный набор данных, вы обязаны процитировать это в статье, там, где вы используете эти данные. Так вы можете находить, изучать коллекции и планировать в том числе свои научные стажировки для очной работы с коллекциями, либо отбору образцов, ну и, конечно же, задействовать пространственные данные для своих задач, как это мы делаем по данному курсу. Переходя на главную страницу, вы будете попадать на главную страницу этого датасета, который имеет свою копию, возможно, свой первоначальный вид. Эти данные на своем национальном сервере хранятся, также они индексируются в GBIF, но основной депозитарий находится на сервере той организации, где развивается сама цифровая коллекция. В цифровой коллекции виртуального гербаря можно также организовать поиск, как наподобие в фильтре в GBIF, произвести поиск, либо прямой поиск по ваучеру номеру в каталоге. Здесь варианты отображения, либо списком, либо галереей. Выбираем уникальный номер, который также в GBIF и отображается. Здесь можно увидеть вот такой очень удобный сервис у нас есть для того, чтобы рассмотреть какие-то микроструктуры, сведения об этикетке, которые перенесены в электронный вид, а также данные о местоположении таксона. Точно такие же сведения находятся в GBIF на главной карте. И здесь дополнительно у нас интегрирована карта Яндекса для возможности просмотреть местоположение, непосредственно изучить по всем параметрам, которые вам дополнительно нужны с привязкой к территории. Также есть переход на сайт Южно-Сибирского ботанического сада, где находится коллекция. Можете изучить данный ресурс, посмотреть его всех проектов нашего сада. Но ключевая информация здесь это оцифрованное изображение, это электронный каталог. И как раз вот эти сведения в фильтре, они представляют собой закодированные термины того же Darwin Core, в котором у нас выгружены 21 столбец в наших данных, индексируется в GBIF. И очень важный момент, но только лишь для той категории слушателей, которые планируют стать операторами-издателями данных для того, чтобы развивать свое направление и производить взаимовыгодный обмен этими данными с другими научными группами. Для этого существует оператор, для этого существует IPT-узел. Это инструмент издателя данных GBIF. Всего в мире 289 инсталляций. На данную дату 74 страны участвуют в выгрузке этих данных. Но при этом на территории России всего лишь пока 8 операторов с этим и связаны. Как мы видели на главной странице, невысокая активность научных групп. Это вот наша инсталляция в городе Барнауле. Для того, чтобы произвести инсталляцию и как работать в этом интерфейсе, он организован на языке Java, IPT-узел, достаточно просмотреть вот это видеоруководство, понять принцип, на котором происходит выгрузка данных для удобства. Я рекомендую вам также включить субтитры, в настройках поставить, чтобы был перевод на русский. Ну и заодно это очень удобный механизм, когда вы не знаете язык, но хотите изучать руководство на другом языке. В YouTube есть такая возможность. Поэтому, изучив данный видеоматериал, вы можете организовать при определенных знаниях, компетенциях в вашем отделе информации либо в научно-техническом отделе. Они обеспечат вам попадание в число операторов-издателей данных в GBIF. Но с чего начать? Для того, чтобы сориентироваться, на сайте gbif.ru есть раздел «Как опубликовать данные в GBIF». В нем мы уже частично были, но здесь ориентирую ваше внимание на то, что есть ссылка на регистрационную форму, на сайт GBIF, где как раз вы заполняете бланк, отправляете. В случае, что-то пошло не так, либо в будущем, если вам необходимо исправить какие-то сведения в вашей форме, которые вы подаете от вашей организации, вы можете связываться по helpdisk.gbf.org. Здесь также небольшие сведения о том, в каком виде нужно выгружать, какие термины использовать, какие типы набора данных существуют, какие технические характеристики необходимы для создания данного узла. Если вам непонятно о самой начальной стадии, то в любом случае вам могут оказать поддержку, так как в свое время нам также помогли. И рекомендую вам этих коллег. Сейчас найдем администраторы сайта. Это Наталья Иванова и Максим Шашков из Института математических проблем биологии РАН. Это их контактный email для того, чтобы они вас координировали на возможность подключения к ключевому игроку данных о биоразнообразии планеты. Кроме этого, они рекомендуют также подписаться на новостную рассылку. Продолжение следует...